здравствуйте по просьбе желающих в комментариях меня попросили показать с моей пеларгонии которые растут на улице ну и собственно показать сорта как они росли я расскажу в каком грунте они растут преимущественно чем я их подкармливала и как собственно они чувствуют себя на улице и так регион сибирский кузбасс и первые пеларгонии это фишер apple blossom несмотря на то что она растет в грядке она вырастает небольшая вообще это такой сорт который скудный на черенки вот это у нас свет катя коцкая на улице видите она распушилась но цветет средне но она только вот сейчас начала бутон опускать вот этот цветок смотрите он распушился он небольшого роста он вообще простой достаточно самый дешевый простой сорт который я хотела подарить но почему-то решила увезти на дачу потому что у него знаете листва такая красивая яркая болт голд из-за листвы я его оставила потому что она мне очень нравится вот еще один интересный сорт это разбудная пеларгония это april snow но знаете она дома и на улице цветет совершенно по-разному из-за скорее всего перебадов температуры активного солнца она умельчает немного на улице и дом она выглядит куда лучше вот этот сорт они то тоже разобудка не такие маленькие красивые розовые соцветия ну и вот смотрите огромнейший куст просто огромный куст вот такой вот красивый краб на цветах смотрите очень красивые цветы махровые цветы цветунья цветунья она кстати только на улице но не только на улице ей надо очень много солнца либо большое освещение сорт тинтамара он скудные на цветы если нету достаточно солнца и так давайте еще вот этому вернемся это у нас сорт донис вот такие красивые соцветия загорели очень светливый на солнце очень хорошо цветет много шапок было уже удалено видите и тут вот набирается много как же так же как и фишер apple blossom данный сорт скудные на черенки и они достаточно тяжело укореняются достаточно долго иногда бывает большой выпад но я нашла к данному сорту подход но все равно от не от куста получается максимум пять черенков это у нас сорт микки у мне попался в подарок видите у него цветы в краб махровые листья интересные листья у него такие похожи на тюльпанку но сам он не тюльпанка такой вот махровый сорт компактный пышный красивый так это очень если не сшибаюсь сейчас вот ножичек посмотрим смотрите какой цветливый сорт очень красивый выдает очень много цветоносов оч вайт марпл вайт очень цветливый красивый кстати оч марпл роз он не так сильно цветет но очень тоже хорошо вот это у нас если я не ошибаюсь пока в его моделайн после дождя она конечно выглядит не очень и в этом году она вот помельчала немного у меня там черенок роз но тем не менее он достаточно хорошо цветет давайте поговорю а вот еще интересный сорт смотрите очень дорогущий это сорт эмануэль он сначала он был маленький я сюда посадила черенок и видите спустя два месяца он сильно разросся он славится тем что у него огромные махровые цветы похожие такие на розочку очень шикарный давайте уберу то что высохло это его второе соцветия первый отсушил и вот появились новые соцветия то есть он еще раз пушится достаточно красиво смотрите огромные огромные цветы очень красивые на солнце появляется такой розоватый оттенок дома он тоже цвел цветы чуть поменьше тут наверное удобрение грунт сыграли роль плюс солнце кстати про удобрение помните мы с вами когда сажали эти растения у меня на канале есть видео то мы сажали их микоризу и в грунт в саму почву это чернозем в сибири преимущественно черноземные земли добавляли перегной где-то ведро перегноя на ну принципе один на два метра вот так у меня уходила грядка достаточно большая 6 метров в общем 6 метров грядки ушло 3 ведра перегноя так это у нас джанет очень красивый цветливый цветок он кстати дома очень хорошо цветет я считаю что он очень светлый но он здесь на улице он разросся просто невероятно практически полметра в ширину тут видите мне немного сорняков ногу такие вот красивые большие цветочки крупные цветы кстати на улице появились тут они открываются в полную чашечку некоторые засыхает но опять же до дожди шли практически каждый день но как они шли моросили вот еще тоже интересный сорт тоже про грунт я уже сказала микориза и перегной это сорт дикая роза тоже очень светливый хотя не сильно красивый многие считают но самый такой дешевый и черенков смотрите кустик небольшой но цветоносов выгнал вот восемь штук вот это сорт у нас тоже знакомые названия все уже не помню давайте по поводу удобрения для цветения мы всегда используем фосфор монокалий фосфат сорт царь-девица тоже кстати красивый цветет необычные такие розочки на улице более цветливый для цветения используем чаще всего монокалий фосфат обязательно поливаем раз в месяц обязательно 2 грамма на 1 литр воды либо 20 грамм на 10 литров воды вот сорт роза линда тоже цветливый но кстати цветливым только на улице дома именно на хорошее освещение чтобы красиво цвести пышно цвести вот обязательно поливаем также я использую витамины ну вот обычный витамины комплевит и поэтому это усиливает цветение красивую листву чтоб листики не желтели но тут естественное отмирание листвы это нормально особенно нижние под влагой они желтеет их надо просто во время удалять но вот следующем году я буду сажать уже под агро волокно чтобы было красиво просто вот агро волокно тратится времени в пять раз больше чем если бы я просто сажала в открытый грунт поэтому с агро волокном очень сложно вот смотрите видите листики в дырочку это гусеницы этих едят вот смотрите еще интересный сорт миш мисс роу смотрите как красиво и изящно супер такая махрушка достаточно крупные цветы им крупные шапки ну и кустом раскидистый очень по поводу еще удобрений как я уже говорила подкармливать обязательно монокалия фосфат иногда можно чередовать с удобрения с ровной формулой нпк например 18 18 18 также я часто подкармливаю биогумусом для того чтобы почва всегда была плодородной самый результат хороший дает именно хорошая почва чем лучше почва тем вы получите лучший результат и почву всегда надо улучшать и гумат и биогумус это вот лучшее также подкармливала аминосилом то есть прошло уже два месяца с тех пор как я их посадил они тут растут вот смотрите царская невеста и кстати на улице намного лучше понравилось дома она подсыхает вот так сейчас выглядит грядка 6 метров напомню грядка 6 метров на метр двадцать метр даже 50 она где-то вот так вот такая вот грядочка шикарная не все тут сорта у меня есть это у нас принцесса грейс юг принцесса грейс но не огромные шапки вкус небольшой сам некоторые здесь такие кусты которые еще маленькие они тут черенками сажались и поэтому они не все набрали массу я заметила что маленькие кусты плохо разрастаются из-за того что ночь холодные и по поводу удобрений как я уже говорил обязательно монокалий фосфат хотя бы раз в месяц для цветения лучше всего один раз две недели добавляем 2 грамма на литр к нему же лучше добавлять биогумус также подкармливать витаминами потому что я аминокислотами так как это усиливает цветение усиливает цвет и вообще растение выглядит намного лучше да кажется грядка неказисты не ухожена но я повторюсь меня не было две недели за поливом следил муж он подкармливал также растения и поэтому все сейчас так вот выглядит ну и он акцент делал мне на цветы на уход за томатами так что тут что есть то есть в целом обрезку я буду делать в середине августа ну где-то начну может на большие кусты начну может быть обрезать еще в начале августа совсем маленькие где-то в середине ну где-то вот сначала августа я начну вот уже черенковать как я уже говорила продажи начнутся только исключительно в сентябре ну и как по прошлому сезону мае вы наверное помните что продажи были исключительно 12 дня то есть кто успел тот успел тут уже ничего не сделаешь потому что желающих очень много и я даже может быть за один день все продала но это вот я целый день потратила чтобы делать оформлять заказы все это записывать сортов пока я точно не скажу какие будут потому что еще дома растут очень много красивых сортов которые черенки я покупала в весной они тоже набрали хорошую массу вот смотрите тинтамара разница куста он просто огромный он разрастается дома он компактнее конечно я его и ему видите он чернеет листва чернеет его только при очень ярком солнце и ярких лампах цветет он принципе достаточно хорошо только на северном окне он не цветет вот так вот это все выглядит в целом пеларгонию зажать обязательно стоит на улицу если у вас есть куда то есть если у вас есть дача огород земельный участок то обязательно сажайте в грядке в горшки у меня вот кстати я в конце видео покажу у меня росли цветы тоже пеларгония горшках я их абсолютно ничем не подкармлива они не цветут там нет ни перед но и просто че чисто чернозем ну чистый грунт обычно вот видите вот эти вот очень дорогие сорта ну как очень дорогие больше 1000 рублей вот это за нартики кстати я с ними не подружилась очень мне они я думала на улице начнут хотя бы цвести но они просто вот набирают массу и все и нету ни цветоносов ничего конечно их наверное скорее всего надо было подкармливать смотрите это рашмор замбия красивый достаточно сорт но еще ни разу не тел вот но это у нас пак вива забыла тоже как называется беленькая такая плюшечка она разрастается но цветоносов у нее очень мало и я говорю сразу вот вы многие пишут мы не подкармливаем если грунт истощен то подкормки уже обязательно нужны и они усиливают цветение они усиливают рост вот сейчас я начала их кормить я надеюсь концу августа не зацветут мне я нанесу в теплицу потому что август сибири всегда холодный этот микросорт но он растет в горшке на 8 литров тем не менее смотрите распушился хорошо плюс он набирает массу небольшую я так смотрю небольшая тут у меня все сразу сорняками как говорила муж не занимается сорняками он работает у него тоже свои дела вот так вот это все выглядит красиво а вот и еще один кустик у меня рос в теплице царская невеста дома он вообще у меня засыхает листики черные вылезает в общем дома ему не нравится какая-то климат но смотрите в теплице но единственное что тут поджелтает поджелтает и только из-за того что в теплице очень редкий полив я томата не заливаю и там очень редко поливается ему не нравится видно этот раз сорт именно любит более влажный грунт в теплице принципе он достаточно неплохо выглядит жарская невеста еще не цвел ни на улице не здесь не в теплице очень скажем скажу что сорт угодумно цветение но тем не менее при этом очень красив дома он свел одно соцветие то есть они все проверено у меня что цветут по сорту но вот как-то долго все это у них выходит вот видео было такое вот скажем так не короткая длинная чтобы вам показать примерно сортовую особенность которая растет на улице ну и как вообще собственно пеларкония это уличное в первую очередь растение она выведена именно из грунта то есть росло сначала на улице потом его начали селекционировать уже выводить новые сорта и они достаточно хорошо тоже растут дома поэтому не пугайтесь и для пышного красивого цветения красивого вида растения всегда подкармливают это необходимо делать по поводу подкормку что их так много это говорит о том что у вас был выбор чтобы вы могли выбирать чем подкармливать уже ориентируясь на свои ну свой заработок да какие финансы вам позволяют не позволяет какие удобрения использовать а какие не использовать то есть добрыми бывают дешевые простые домашние дорогие и то есть то что у вас есть вы используете не обязательно использовать все я говорю вот у меня более 100 сортов пеларгонии я их все не поливаю одним и тем же так не позволяет увидеть какие именно растения влияет то или другое удобрение например змея колькос я чаще подкармливаю одними удобрениями пеларгония уже там уже выбор просто огромный и разброс в удобрениях и некоторые сорта отвлекаются на одни удобрения а другие сорта на другие удобрения поэтому выбор такой большой вы можете выбрать что-то одном возможно ваши пеларгонии понравится именно такие если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена